Живопись, музыка, поэзия. Переплетение звуков в переплетении творческих судеб. Понять, почувствовать, услышать. Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой. За 15 лет выставочной деятельности в фондах хранилища «Дом масона» как много было интересных выставок. И вот наблюдая за всем происходящим, я пришла к удивительному выводу. Каждая выставка мало того, что создает определенную ауру во время своего, так сказать, существования в этом зале, она его оставляет и определенным образом и притягивает каких-то конкретных людей именно в соответствии с тематикой той или иной выставки. Ну, наверное, очень многие помнят последнюю выставку, которая называлась «Современные древности», где среди икон 15, 16, 17 века, конечно, одно из центральных мест занимала плащаница. Но ведь у нас было очень много и выставок, которые были посвящены творчеству современных художников. И вот каждый художник со своей стилистикой, взглядом, он, присутствуя в этом зале и не находясь, тем не менее, в нем, создавал вот тот особый мир собственного восприятия. Такой мир был на выставке Александра Семеновича Силина, которую он сам отобрал. Каждую из работ, их было немного, всего 15 портретов и пейзажей, Но каждую из работ в течение, наверное, может быть, двух даже месяцев он отбирал, отставлял, размышлял. И вот в конце концов, когда это все организовалось, эта выставка была открыта в 2009 году, 22 июня, в день его рождения. Ему исполнилось 88 лет, но удивительное дело, и открытие выставки, и то, что мы видели на этой выставке, оно создавало впечатление такой свежести чувств, эмоций, такой молодости души. Это было удивительно. Выставка состояла тематически из двух, условно говоря, разделов. Это портреты, портреты людей, с которыми был близко знаком Александр Семенович, которых очень уважал, с которыми дружил. Это и Анна Алексеевна Куликова, и Иван Виноградов, и, конечно, наш легендарный Леонид Николаевич Творогов. И пейзажи. Пейзажи нежные, лиричные. Вот это удивительное чувство и передачи молодостью души у нас довольно долго было в этом зале, выставочном фонда-хранилище Дома масона, благодаря работам Александра Семеновича Селина. Это была последняя его прижизненная выставка. И именно сюда, в выставочный зал фонда-хранилище Дома масона, 24 июля Александр Семенович Селин пришел после того, как получил для себя одну, как он сказал, из высочайших и, наверное, самых дорогих наград – звание почетного гражданина города Пскова. Пришел он, конечно, не один на выставку, а дружной компанией практически своих ровесников. И вот опять, что было удивительно, это то молодое чувство восторга жизнью, которой живут эти люди. Они пели, читали стихи, они разговаривали, и во всем было столько благодарности за то, что они живут, и за то, что Господь им дал возможность этой жизни. Вот Александр Семенович Селин, если прочитать скупые факты его биографии, это не просто сложнейшая, это тяжелейшая жизнь. Он родился в 1921 году, в небольшом совершенном местечке Гдовском, где он несколько лет прожил, а потом перебрался учиться в среднюю школу в дно. Тоже, представляете, 20-е годы, 20-е годы 20-го века. Как трудно вообще жили люди. Я уверена, что им иногда не на чем было спать. А о чем вспоминает Селин? А он вспоминает с благодарностью тех людей, которые его поддерживали. И он практически, вот сколько я с ним общалась, конечно, он вспоминает о сложности жизни матери с детьми, которых надо было напоить, накормить, вырастить и так далее. Ранней смерти отца, естественно, тоже сделало очень много проблем. Но, тем не менее, он чаще вспоминал и говорил о людях, которые давали ему помощь, которые открывали для него мир. И таким человеком был в Доме культуры, в дно выпускник Академии художеств Петров, который открыл ему мир изобразительного искусства. И чаще всего из детства он вспоминал именно это, как вдруг у него появилась возможность не только видеть, не только слышать, но и передавать мир благодаря навыкам, которые он получил от своего первого наставника. Война. Он поступает в артиллерийское училище и попадает на самые страшные, если, конечно, бывают страшные или не очень страшные, участки этой нашей войны. И в том числе в Сталинград. И в том числе в Сталинград. Этим все сказано. И вот можете себе представить, он несколько раз говорил, подчеркивал, отвечая на вопросы, что вы помните о войне и какое у вас ощущение от прожитых лет на войне. Он отвечал. Счастье! Счастье, что я остался жив. Вот в этом великая мудрость крестьянского мировоззрения, которое, конечно, было у Александра Семеновича, когда надо радоваться тому, что есть отличным от несчастья. Он несчастье пережил на войне. И поэтому, когда он по ранению попадает в Вильнюс, заканчивается там война, и он поступает в художественный институт, то можно себе представить, какое счастье испытывал этот человек. Он остался жив, и он поступил туда, где он сможет получить не только первые навыки, но и профессиональные уже манеры для того, чтобы передать свое восприятие жизни, свою поэтику на холсте, в акварели и так далее. Только в 63-м году Александр Семенович вернулся в Псков. Вот сколько я помню, он производил всегда впечатление такого спокойного, такого уравновешенного, такого исключительно выдержанного человека. Но так как он прожил годы в Пскове и столько, сколько он сделал не только в своем творчестве, а для художественного окружения, для детей, это, конечно, были годы, буквально спрессованные в каждом дне деятельности. Он очень активно занимался, ну, как бы мы тогда сказали, общественной работой, если можно назвать общественную работу, создание вместе со своими сотоварищами детской художественной школы, в которой он преподавал больше 20 лет. Он добился регионального отделения в Пскове союза художников. Кто представляет, что такое в советское время региональное отделение союза художников, если сказать одной строкой, это материальная поддержка, которая раскрепощала творческие силы. И он очень много сделал для того, чтобы наши псковские художники, члены союза художников, получили мастерские. Это тоже великое счастье. Кстати, этими мастерскими до сих пор пользуются наши псковские художники. И, конечно, здесь вот особым, особым чувством, вероятно, переполнения своей земли, людей, которые были им очень близки и понятны, он создает огромное, просто я подчеркиваю, огромное количество произведений, разнохарактерных, по жанрам. Это живописные, графические работы, это портреты, это натюрморты, это такие сложные композиции. Это все творчество Александра Семеновича Силина в Пскове. И, конечно, в Пскове он не только раскрылся, открылся и стал очень известен как художник, но в Пскове произошло для него чудо. В Пскове он встретил свою любовь Валентину Семеновну, Силину. Это тоже отдельная романтическая история, которая связала этих людей на долгих 33 года. Это удивительная была пара, их невозможно было воспринимать друг без друга. Хотя в их отношениях никогда не было, знаете, какой-то приторности, надуманности, какой-то неискренности. Но они действительно просто не могли, это было очевидно, дополняя друг друга существовать, просто не могли. Валентина Семеновна была ангелом-хранителем Александра Семеновича, как, наверное, человек более такой деятельный в бытовом смысле, очень активный, способный вообще ухватить ситуацию. Но вместе с тем, конечно, их отношения, они были очень лирические, очень нежные люди. Они писали стихи, они их посвящали друг другу. Они были, может быть, и внешнелинейны, но были наполнены очень существенными, очень важными друг для друга взаимопонимающими и взаимопроникающими и мировоззренческими размышлениями, как я понимала, идеями, и просто вот этим духовным контактом. Александр Блок очень хорошо написал об этом в своем стихотворении, которое называется «Ангел-хранитель». Люблю тебя, Ангел-хранитель во мгле, во мгле, что со мною везде на земле, за то, что ты светлой невестой была, за то, что ты тайны мою отняла, за то, что связала нас с тайной ночь, что ты мне сестра и невеста и дочь, за то, что нам долгая жизнь суждена, даже за то, что мы муж и жена за цепи мои и заклятия твои, за то, что над нами проклятие семьи, за то, что не любишь того, что люблю, за то, что о нищих и бедных скорблю, за то, что не можем согласно мы жить, за то, что хочу и смею убить, отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой народ и меня, кто запер свободных и сильных в тюрьму, кто долго не верил огню моему, кто хочет за деньги лишить меня дня, собачью покорность купить у меня за то, что я слаб и смириться готов, что предки мои поколения рабов и нежности ядом убита душа и эта рука не поднимет ножа, но люблю я тебя и за слабость мою, за корькую долю и силу твою, что огнем сожжено и свинцом залито, того разорвать не посмеет никто с тобою смотрел я на эту зарю с тобой в эту черную бездну смотрю и двойственно нам приказание судьбы мы вольные души мы злые рабы покорствуй дерзай не покинь отойди огонь или тьма впереди кто кличет кто плачет куда мы идем вдвоем неразрывно навеки вдвоем воскреснем погибнем умрем Александр Семенович ушел первым из жизни мне было очевидно что Валентина Семеновна она по-своему будет помнить чтить и любить своего мужа во-первых она сделала несколько посмертных выставок Силина она добилась того что на здании союза художников нашего псковского отделения появилась мемориальная доска ее сделал скульптор Владимир Черненко и это было такое важное событие вот именно для тех людей кто знал не только Александра Семеновича но и дружил с Валентиной Семенной потому что для нее это был в определенном смысле долг чести который она выполнила несмотря на то что она однажды написала посвящение своего мужу в день его 85-летия не оставляй меня одну я тот же час пойду ко дну как хочешь здесь или на даче но только вместе не иначе конечно Валентина Семеновна но не то что понимаете ко дну она всплыла понимая собственное обязательство перед мужем и она сделала все вот за тот период жизни после его смерти чтобы его имя сохранялось художественной жизни Пскова и кстати и не только это конечно великое дело все что окружало этих людей и все что они любили это была поэзия музыка песни и вот несколько раз Валентина Семеновна говорила что я когда слышу песню Черемуха то мне кажется что вот буквально передо мной в живом в образе стоит Саша то есть Александр Семенович за окном черемуха колышется распуская лепестки свои за рекой знакомый голос слышится да поют всю ночь соловьи соловьи за рекой знакомый голос слышится да поют всю ночь соловьи соловьи Жди меня, мой радостный, мой сладостный, Я в заветный час к тебе приду. Жди меня, мой радостный, мой сладостный, Я в заветный час к тебе приду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не буду плакать и печалиться Не вернется прошлое назад Я не буду плакать и печалиться Не вернется прошлое назад За окном черемуха колышется Ветер рвет черемухи листы За рекой уж голоса не слышится Не поют там больше соловьи За рекой уж голоса не слышится Не поют там больше соловьи Однажды я принесла Валентине Семеновне запись этой песни Которая вообще-то считается народной А на самом деле слова этой песни Под окном черемуха Написаны в 1926 году Но конкретным человеком Поэтом Борисом Тимофеевым Еропкиным Но вот эта песня, она считается народной И я принесла однажды Валентине Семеновне запись Этой песни в исполнении Марины Влади Потому что Из всех многочисленных Исполнителей, которые Поют это произведение Мне кажется, что Она С особой русской задушевностью Так как пели и силены Эту песню Вот почувствовала И передала Такой особый, тонкий смысл Содержание стихов За их, в общем-то, неброскими такими словами И я еще хочу сказать Что черемуха Это одно из излюбленных растений Этой семьи Но особенно они еще любили сирень И вот как раз В мой день рождения Они мне подарили натюрморт Александра Семеновича Сирень Я когда присмотрелась К деталям этого натюрморта Я позвонила И спрашиваю у них Это Наверное, не случайно Что у вас рядом с вазой Айсан Семенович Где букет сирени Стоит еще Одна ваза То ли наполненная водой И готовая к тому Чтобы принять еще букет сирени То ли только Такое впечатление Оттуда взяли Этот букет сирени Он так мило, как всегда Скал Ну, Алешка, как хочешь Так и понимай А я понимаю Что может быть даже Несознательно А что называется Исподваль Но всегда Вот это чувство Того, что нужно быть вдвоем И вместе Оно даже так Проявилось Как я считаю Вот в том натюрморте Который мне Подарили Сирены И светлая им память Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой